Телеканал КРТ представляет Здравствуйте, товарищи! С вами снова телепередача «Левый взгляд» и мы ее ведущие Александр и Михаил Кананович. С чего хочу начать? Очень неприятные новости сегодня и для наших телезрителей, да и в целом для свободы слова и для демократии. В первую очередь для демократии в нашей стране и украинского народа. Сегодня НАЦРАДА по вопросам радиотелевидения приняли решение лишить лицензии телеканал КРТ. Это вопиющий случай о том, как свободу слова уничтожают на Украине. Еще недавно мы думали, мы думали искренне, может быть наивно думали, полагали, что после избрания Зеленского мы не мечтали, что вообще не будет цензуры. Но мы, по крайней мере, мечтали, ну думали о том, что цензура будет немного меньше. Хватка вот этих праворадикалов, СБУ и всех остальных, она немножечко ослабнет. Как видим, мы ошибались, к сожалению. И сегодня, и кстати, еще на что хочу обратить внимание. Все те люди, которые служили верой и правдой Порошенко, я имею ввиду Азов, С-14, Карась, Ольга Герасимюк и НАЦРАДА, как карающий меч, орган. Они все сгодились при Зеленском. В Зеленске почти полтора года и никого не отодвинули, не убрали. Что это значит? А это значит, что ничего на Украине не поменялось. Это в пику тем, грубо говоря, товарищам, в кавычках, те, что нас с Мишей и наших сторонников обзывали там последними словами. Что мы типа за Порошенко, вот не голосуем за Зеленского, значит за Порошенко. Испорти бюллетень, если ты честный человек, испорти. Ты что, думал, что проголосуешь за Беню и все сразу изменится? Да, а мы, может, забыли, как закрывали телеканал «Гамма». Это единственный телеканал, был независимый, который давал площадку для высказываний Олеся Бузина. Олеся Бузины. Очень часто, кстати. Да, очень часто. Он считает, что это единственная площадка, кто на постоянной основе давал высказаться историку, философу, мыслителю Олесю Бузине. Его закрыли. Теперь риторический вопрос. Почему закрыли канал «Гамма» и хотят закрыть телеканал «КРТ»? А это единственные каналы, которые не принадлежат олигархам, а существовали в прямом и переносном смысле на народные средства. Это были народные телеканалы. Но не были, слава богу, «КРТ» еще. И я думаю, что «КРТ» выстоит. И мы отстоим. Мы отстоим, потому что это последний телеканал, который воистину независим. У меня вопрос. Почему митинговали, ходили, бузили, и ни один олигархический канал так и не закрыли? А сколько шума было? Ну, потолкались, побузили, тем не менее. Потолкались, побузили, но решили. Да, но замазали, помазали. Знаете, как у нас на Украине любят говорить «помазали». Канал «КРТ» существует, еще раз повторю, на народные деньги. Поэтому его обидеть, грубо говоря, закрыть, уничтожить безопасно для власти. Потому что ни Вашингтон, ни Кремль, ни Брюссель, ни Пекин никто не впишется. Потому что народный канал. Может вписаться только народ Украины. Только мы можем отстоять, простые граждане. Это же канал для нас, товарищ. Это наш канал. И призываю граждан Украины не быть безучастными. Понимаете? Закрыли ГАМУ, промолчали. Продали землю, промолчали. Продали банки, промолчали. Пенсионный фонд подняли, промолчали. Убили коммуниста, промолчали. Открыли лаборатории опасные, где вирусы страшнейшие, промолчали. Сдали все порты Украины, продали, промолчали. Лес вырубили, промолчали. Изуродовали Полесье янтарем, промолчали. Вырубили Карпаты, промолчали. Уничтожили промышленность, промолчали. Дальше что? Развязали войну, промолчали. Майдан проглотили. Товарищи, обращаясь к вам, дальше что? Ну что дальше будем делать? А дальше вы понимаете? Вот как говорили, отступать нельзя, за нами Москва. Вот в 41-м говорили. Вот то же самое. Отступать нельзя, за нами край. В прямом и переносном смысле слова. Неужели... Конец. Вы не понимаете, или многие из вас не понимают, что Украина это не вселенная, она не бесконечна. И не бывает, что можно двигаться, 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 совершать ошибки и к концу края этим ошибкам... Ну, в конце концов же упадешь, край же. Конечно. Мы кричим. Нам надо, понимаете, угомониться всю вот эту воинственную риторику. Ты сепар, ты не сепар. Кто дал право отморозкам, неофашистам обзывать кого-то сепаром или ватой? Тем более журналистов телеканала. Тем более журналистов. Или коммунистов. Да какая разница? Клинцев фашистов. Какая разница? Граждан Украины. Кто дал право кому-то быть хозяином? Что этот карась или остальные эти подонки? Они что? Царь и бог вершители судеб. У них все, что они могут, это за углом молотком по голове ударить или выстрелить в спину, как в Олесе. Понимаете? Это что такое, я спрашиваю, это что такое? Демократия это фашистующий режим. Понимаете? И еще, как вы хотите вернуть Донбасс, Крым и вот посмотрят дончане или крымчане, посмотрят что творится. Каналы закрывают, людей убивают, русский язык запрещают. Куда возвращаться? Нам надо остановиться и пересмыслить. Вот в любой семье, да, когда идут нелады между супругами, что надо сделать? Паузу, прекратить ссоры, прекратить упреки, обвинения. Немножечко надо попуститься. Сесть и поговорить. С теми мы не говорим, с Ватой мы не обсуждаем. У вас полукраины ваты? Донбасс? Да кто такой Донбасс? Это все сепаратисты, мы с Донбассом говорить не будем. Тогда нам вообще с кем надо говорить? С Венгрией говорить мы не будем. С Донбассом говорить мы не будем. С Россией говорить мы не будем. С кем вы хотите говорить? Вообще, кто вы такие? Вот кто вы такие вообще? Нам надо уяснить одну аксиому. нет врагов есть оппоненты а с оппонентами спорят но уважают вот вы даже посмотрите кто защищается там кандидатскую диссертацию да кто там есть есть оппоненты что оппоненты признаны человеку не дать защититься или они призваны похоронить эту кандидацию эту работу научный струс обсуждение и он указать у тебя не так вот могут допустим караси и и же с ними хватит у них интеллектуальных способностей сказать каноновичи вы не правы здесь 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 мы скажем мы не согласны а вот здесь может быть вы правы может быть вы права никого никто это интеллекта не хватит единственный нам указывают на нашу неправоту где зашитой головой или бровей зашитой или уголовных дела против или сотрясениями или запретом коммунистической партии или запретами телеканалов или сжечь офис антифашистского комитета мы еще раз повторяю мы не враги и я не считаю карася врагом и националистов я не считаю врагами они там написали что на канале крт но почему я говорю ты бандеровец а он это как оскорбление воспринимает ну меня назови антифашист что я буду злиться а ты бандеровец почему мы не можем знаете он исповедует якобы исповедует идеологию бандеровщины а для него бандеровец это как обзывательство но парадокс самый настоящий парадокс и насчет враг или не враг нет это убийцы я не знаю это не то что враги это не хочу даже в эфире об этом говорить кто это и с этими людьми нужно соответственно поступать но в рамках закона я к чему веду он не не враг в каком плане если бы ему денежки не платили не он бы этим не занимался вот заплати ему и поверьте мне заплатит он саша или дайте ему в три раза больше чем он получает от спецслужб и он будет первый володю встречать с караваем какого володю не скажу вы сами догадались поверьте мне такие пышные пироги напечет собственноручно что вы еще таких и не пробовали в общем подытоживая тему канала крт товарищи для нас телеканал крт должен для всех нас лично там для меня или там для васильца или для для кацабы русла и для других журналистов независимости это в нас касается граждан украины это народный канал этот канал он дает площадку и коммунисту приглашали и а то ветеранов приглашали и гордона можно букву поменять первую приглашают все да даже боевых этих до них хорошо от всех это истинно народный канал и для нас телеканал карты должен быть сталинградом форпостом если мы его потеряем все грош цена этой нашей исповеди так переходим товарищи от в контексте вот этого в этой темы что творится у нас на украине к чему она идет это что мы проглотили мы сожалению сожалению мы в наших передачах помните говорили почему унижаются институты власти рада никчемная президент клоун но она вроде бы так и есть и начинается дальше постепенный развал украины такой украины и не жалко и пошло 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 и мы говорили что польша еще скажет свое слово претензии насчет их них как они считают восточных кресов галиция волы другие территории и вот в эту тему смотрите вчера может там это не так афишировалась и прошло как-то мимо и вас не мимо телеканалов редко кто анализирует такие очень тонкие вопросы но прошла так называемая любви был создан так называемый или там в каком-то формате люблинский треугольник прошел он в городе люблине и там где подписала была подписана у нее между литвой и польшей речь посполитая создавалась речь посполита и смотрите кто там сейчас польша литва и кого пригласили украину случайно ли это я думаю нет не случайно эти три государства и как раз образуют речь посполитую умный человек знаешь как назвал это клуб вассалов сша да так оно и есть так оно есть но к чему украина в этом треугольнике в этом люблинском треугольнике если это эти три страны практически полностью ну конечно без гордой белоруссии практически полностью восстанавливают территории речь посполитой это на что намек вы все вы проанализировали в этом пазле только белоруссии для них него я же говорю города и белоруссии и все говорили да там что каноновичи говорят кто там что будет отхватывать польша наш стратегический партнер до литва политический карлик а вот вопрос к телезрителям кому нужен адвокат подсудимым значит они в украину записали в подсудимые по кому виновну виновен кому но почему не назвали представитель защитник интересов а именно адвокат адвокат кому нужен подсудимому значит уже все за нас решено и тем кто говорили да нет вот продолжение этой темы что это наши супер партнеры они от нас откусывать ничего не будут и еще раз говорю в политике ничего случайного нету литва и польша через сша приглашают украину на это сборище украина там в качестве обеда и поверьте мне это случится если сша хлопает по плечу польшу и говорит вот вы наш партнер в противовес германии да вы такие вы супер держава что им что-то им нужно дать правильно им же нужно что-то дать пообещать но не будет же служить хлоп если ему ничего не пообещать нет мотивации грубо говоря а так все украину обед пришла и сама украина пришла на эту ну вы понимаете ну ну безумие сумасшествие это к тому что к чему вот эти замышления майдана было что первого что второго все идет своим череду польшу делили больше 20 лет нас пока 6 и вот к чему это приводит и поверьте это вы еще потом обалдеете что будете наши передачи вспоминать что мы здесь говорили и в шоке бы не знаете и еще этот клуб новая речь посполитая это клуб русофобов давайте правде в глаза смотреть хорошо допустим теоретически как отреагируют русские на клуб русофобов да они будут сворачивать экономические экономическое сотрудничество и связи какой товарооборот у литвы творог две тонны творога в год или польша яблочки уже никто не покупает что польша могла дать кроме яблок ничего яблок уже не берут а у нас мы берем уголь нефтепродукты калийные удобрения мы электроэнергию берем наш транзит идет с горем пополам но пока еще идет вы понимаете это перед тем как вступать в русофобский союз надо подумать о чем это обернется для экономики мы и так извините за выражение додыхаем а сейчас надо же еще учитывать что транзит газа мы боремся за транзит газа и идем в русофобский союз но где логика логики логика 1 быть расчлененный вот их не хорошо если идут на расчленение так это государственный преступник может идти на расчленение своей родины даст история лишь не зря сказал будете потом наши передачи вспоминать и говорить вот люди говорили но никто не верил думали что мы какую-то фантастику рассказываем какие-то на эти как вот украина разваливается мы предупреждали коммунисты украина разваливается мы же мы же кричим не для злорадства или не для красного словца мы мы кричим как предостережение люди спасайте и мы имеем право кричать потому что именно коммунисты создали украину как государство не было вообще никогда запомните особенно молодежь в истории человечества такого государства как украина никогда не существовало было какое-то недоразумение в каких-то знаете куцых понятиях вообще но недоразумение миша не в плане обидеть кого-то хочет а я имею ввиду что в польской ему государстве что там компактно разрешили я не за это я говорю за семнадцатый год я говорю что вот это когда право согласили там в семнадцатом центрально да это все был бред это все они не контролировали не украину это не было государством это не до государства это мертворожденный ребенок был это киевская власть вот вот что это значит только коммунисты создали страну украина и никогда не путайте особенно еще раз подчеркиваю молодые территории украины и был и был ли донбасс там что такое донецко-криворожская республика как говорится поищите кому интересно как вообще украина создать понимаете никто из молодежи даже уже с его чоли оппоненты наши из числа националистов они не соображают как собиралась украина был ли крым когда-нибудь в украине было ли бессарабия в украине было бы это тарбунары гагаузия было а было ли вены закарпатская область была а было ли черновицкая область а донбасс был ли а было ли еще куча других территорий понимаете можно кричать что кубань наша но это абсурд почему украинцы оказались на кубани это просто выселили с запорожской сечи грубо говоря и кто присоединил донецко-криворожскую республику кто заставил насильно ее к украине присоединить что донецкая криворожская республика сама пошла и дончане хотели это был приказ владимира ильича ленина приказ прямом и переносном смысле украина собиралась это тем невеждам которые думают что говорят нам украина богом дан на земля это что с неба упала бах калач упал в руки и ты с ним побежал что ли государство это каждодневный тяжелый труд до кровавых мозолей до кровавого пота вот что такое государство и большевики знали что такое государство и коммунисты знали что такое государство и мы коммунисты имеем право говорить и и еще повторю уже говорил еще раз повторю про нашу родную волынь советская власть пришла 17 сентября 39 года в марте в марте 40 года уже открылся луцкий пединститут и впервые за все существование украины и вообще вот этих территорий на украинском языке выкладалы на уку выкладалы украинскую мовую не при польше не при царской россии никогда такого не было что вы представляете пединститут исключительно с украинским обучением а потом весной же открыли театр имени лесси украинки украинскую мовую и при советской власти всегда репертуар 90 процентов был украинскую мовую никогда еще раз повторяюсь за все существование волыни у нас не было высшего учебного заведения на украинском языке вот вам и коммунисты и в прошлой передаче задавал вопрос еще раз задам вопрос почему при кровавых сувитах было при советской власти было 52 миллиона а при великой демократии 30 не ну я образно говорю 30 как-то где 22 миллиона они говорят что погибло 7 миллионов при голодоморе так тут 22 исчезла я кросса на солнце это 7 нет это при я имею это конечно это то что они до преувеличена понимаете сгинул и наши 22 миллиона я кросса на солнце вот об этом не почему все молчат гимни помните щены в мерла украина и не надо там вот это что по изменяли сейчас будут через год вообще скажут украина сейчас вообще там черти накрутят изначально щены в мерла украина это вопрос это большой гимн нормальный начинает живы украину прекрасно и сильно понимаете вот давайте так как вы судно назовете так она и поплывет ну еще еще и не в мерла в мерла а почему живы украину прекрасно и сильно хочет но хочется кто не знает понимаете от этих слов хочется ну грубо говоря работать настроение подымать зачем я не против еще раз говорю приняли в конституции этот гимн ради бога но опять же но неужели не прекраснее назвать живы украину прекрасно и сильно сто процентов и еще знаете еще на что в этом контексте хочу сказать некоторые говорят коммунисты маргиносы маргиналы левые маргиналы крт канал маргиналов кто я вам хочу историю напомнить царская россия куда она загнала социалистов она всегда говорили в царской россии левые это маргиналы к чему привело когда за что борется левые за социальную справедливость за справедливость а когда справедливость ты ты уродуешь пытаешься изуродовать и выдвинуть ее в маргиносы как говорят да такого не может быть ты маргинал ты маргинал ты маргинал и когда и у нас парадокс получается 90 процентов граждан украины в нищете они что в маргиносе они что маргиналы а к чему привела политика маргинализации левого движения к революции крова это на заметку режим на заметку режим запомните раз и навсегда власть имущие если население если население не видит в политических партиях справедливости отдушины для справедливости кто сейчас справедливость олигархи у нас все парламентские фракции партии все олигархические нет ни одной народной все на потому и поставили на выборы цен денежный до бабки есть пойдешь ну почему вот миша миша правильно сказал у нас один ценз один ценз это денежный теперь может вот допустим лукашенко в девяносто четвертом году выбрался президентом председатель колхоза ему что поставили цен с 5 миллионов тогда если бы был такой ценз лукашенко бы не стал президентом но нет социального лифта а у нас видите чтоб стать адвокатом деньги большие стать депутатом деньги большие и у нас 90 процентов граждан украины вы спущены в маргиноз как они говорят и сейчас будут говорить дайте коммунисты вот подавиться дайте коммунисты во первых партию запрещают суды идут во вторых как мне выбраться вот как коммунисту избраться избраться нету у меня миллионов пять там или миллион или на мэра идти там полтора миллиона откуда я возьму эти деньги простой человек вот откуда а наш а наши избиратели грубо говоря побирается кто за коммунистов голосует пенсии ну не то что люди которые вообще кто за левых голосует все кто жаждет социальной справедливости пролетариат а пролетариат сейчас добирает побирается и что пролетариат который побирается что он соберет 5 миллионов за за месяц полтора но это фантастика и потом и потом уже будут бегать на всех своих телеканалах визжать как недорезанные смотрите коммунистов нету они исчезли история типа их убрала с политической арены они 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 убрались политической арены но я вам скажу товарищи никто коммунистов с политической арены еще не убирал и не уберет это я вам ответственно заявляю как коммунист никто нас никогда не уберет и никуда мы были если будем и увидите мы вернемся и так еще вернемся что задрожат все эти олигархи и их приспешили и народа украины расцветет и государство украина рассветет смотрите на этой неделе или дава путин и зеленский разговаривали по телефону опять обсуждали обсуждали обсуждение ну и что дальше вот ну поговорили вот они по телефону потом прекращение огня прекращение огня как такового нету сколько было прекращение ты зеленский как президент ты не говори о прекращениях огня ты не говори о каких-то мифических твоих мега усилия кто ты хочешь но тебе кто-то не дает прям за руки хватает но кому-то эти сказки рассказываешь но никто же не идиот ты делай полтора года уже у власти и 0 0 ты делай ты и кстати зеленский как президент совет тебе от простых людей украинских ты звони не в москву договариваться а ты звони в донецк ты звони в луганск ты туда звони ты звони своим как вы считаете граждан ельцину ельцину было ну как говорится корона не упала когда он с чеченцами сел за стол переговоров там действительно открытые террористы и то там мировой терроризм да это ель корона не упала сел переговорить хорошо ты не хочешь там да как ты говоришь златошка мы златошка мы а час осенью у них пройдут выборы про они выберут свои свою влада свою власть так сядь с теми кто в выбери а если будете говорить что в донецке власть это нелегитимное ничего так а чего вы побоялись там выборы и провести легитимные вы бы а знаете почему потому что чтобы потом визжать и подскакивать что в донецке нелегитимные выборы прошли да они пройдут и с вами без вас и вы там уже не нужны это всем понятно и кстати еще хочу мне там один фейсбуке написал в упрек поставил а чего ж цель у лднр российские рубли ходят выше обалдели или что вы уже с больной головы на здоровую перекладываете 15 14 15 16 год там была украинская гривна и предприятия платили налоги украинской гривны и бабушки и работающие шахтеры расплачивались гривнами кто это сделал вы националисты националисты с этим с отмороженным сэменчинком сэменом пошли сделали блокаду и сами отрезали свою территорию родную нашу украину взяли отрезали от основной украины и вымыли искусственно вымыли гривну и теперь я когда-то говорил и на разных площадках говорил пока на донбассе ходит гривна это украина что они сделали сами своей рукой уничтожили гривну на донбассе а теперь нам кричат и говорят там русский рубль там россия баламуты воду так ты ж ты циты на баламуты воду цель украинские националисты неофашисты на баламуты ли воду и знаешь кравчука вот это согласился якобы там назначили вместо кучмы переговорщиком переговорщиком хорошо где деда трудоустроить конечно дед согласился зачем он он уже яблоки на даче бы собирал пусть 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 бы дед сказал как он профукал черноморское пароходство сдал украинские интересы а потом уже человек который грубо говоря всю жизнь служил кпсс а потом стал вдруг великим демократом так же как и горбачев и тут он уже будет конфликт решать еще телезрители маленькая ремарочка есть коммунисты а есть носители билетов были по крайней мере так вот кравчук никогда не был коммунистом он был просто карьерист и носитель билетов и посмотрите в девяносто первом предал свою родину выбрал себе новую родину да а теперь он здесь будет договариваться интерес отстает он не смог отстоять ничего ядерное оружие кто отдал не кравчук ли отдал сейчас бегает надувая щеки с умным видом вот будаперсский меморандум нужно его соблюдать так если ты не дал ядерное оружие ничего бы и не было и кто сейчас кричит за минские соглашения порошенко подписав минские соглашения кричит что-то с рада с рад на и вы понимаете у нас как палата номер шесть понимаю перманентная палата номер шесть и продолжение дальше почему кучма ушел кучма с такой помпой входил его еще там пинчук тоже там подбадривал подбадривал нужно идти да мы часы такой авторитет кучма то что мировой уровень и чего он добился а знаете почему не добьется не кравчук не кучма ничего потому что они не люди принимающие решения они исполняют говорящие головы да кто заказывает музыку тот кто платит а кто платит в вашингтон океаном вот и все как хозяева скажут так и будет и никакой трухлявый дед не решит вопрос донбасса чтобы он и не говорил зеленский это очень слабый президент и это не президент он так бесславно уйдет что ну это просто зачем она ему надо было что порошенко кровавый этот что он там сейчас еще в парламенте что-то теплится из зеленский мы уже с тобой миша кстати это обсуждали у порошенко был кортеж а у этого два раза больше кортеж вы понимаете босяк это просто знаете босяк с райончика и вдруг как вот януковичу одели на него шапку мономаха и он понимаете как он воспринимает власть умный человек почему романовы отказывались от от власти это большая ответственность а он думал сяду и буду володарю ватой володарю ваты он думает как ющенко был президентом это я вот почитайте мемуары посла великобритании он говорит я ему говорю давайте утром встретимся он спит до 11 12 и это он спал до обеда а потом посол говорит я думал что у президента есть максимум 20-30 минут он мне про три пиля и бджолы рассказывал до вечера я вышел и не понял и посол пишет говорит я я в шоке у президента график распитан расписан поминутно а тут он не стал грит поехали на гор на эти черепки посмотрим потом не стал про пчел рассказывать это вы понимаете человек государственный державный человек за что он за черепки и пчелы рассказывал что посол удивился откуда времени также зеленский какие-то в турции на хрущевские дачи какие тебе дачи хочется не знаю еще что сказать да тебе по 12 часов пахать с документами сидеть сидеть и припотеть с теми документами вы видели его подбородок уже тройной начинается это ему так тяжело насчет того что зеленский помните зеленской покрасился и вот такую разъел и думает это все его достижение дошел в президента и говорил мне ничего не нужно так вот знаете истину такую очень хорошую человеку которому не нужно ничего нужно все вот это к тому что какой он был милый хороший пропаяться простой криворожский парень который стал президентом это не президент и дискредитация власти и продолжается дальше и будет продолжаться и вы еще увидите что будет на этих местных выборах это все продолжение знаю что обидно обидно что мы по факту да не вернее де юре мы имеем президента де факто его нет каждый чиновник каждый министр каждый там еще кто-то по-своему и один вопрос у меня к власти неужели у нас на украине нет умных людей кто у короборонпром возглавит или кто по инвестициям мы всю шваль всех пилигримов собрали я резко наворотила делом уничтожила экономику сейчас порту рикту порту рико объявили себя банкротом вы вдумайтесь папа была при этим министром на украине теперь в порту рико а завтра ее куда командирует в белоруссию когда свергнут лукашенко или вы куда ее делегирует вы понимаете а американцы уже настолько обнаглели что уже саакашвили поставили в грузии потом на украине завтра в пуэрто-рико послезавтра еще в панаму или еще куда-нибудь в польшу понимаете но неужели наша система образования не может родить нормальных людей до их полно тысячи тысячи умных людей но им не пробиться почему потому что умный человек выполняет волю народа а предатель волю других государств так вот тот кто выполняет волю народа его на пушечный выстрел к власти не подпустят я уважал кстати черновола хотя черновол был мой идеологический враг но черновол умный человек он говорил украине нужна федерализация на слишком разное нельзя что это он такого не говорил говорил и было бы понимаете всем легче почему львов должен диктовать условия донецку а донецк львову или наоборот каждый должен жить по-своему вы знаете почему я вам скажу почему боятся федерализации потому что было бы как в германии базовая пенсия базовая пенсии базовая пенсия была допустим тысячу гривен а потом бы каждый регион доплачивал донбасс смог бы доплатить 5000 гривен а львов и торнополь 500 гривен и вот во львове в тормах на галочине была пенсия 1500 а в донецке 5000 и вот этот дисбаланс мог бы разрушить украину но целостность вот этого боятся вот почему кричат ни в коем случае нельзя федерализацию но она бы чем помогла бы меньше популизма меньше гуманита гуманитарной склоки а было бы больше бы толку я вам больше скажу а может быть галочина когда увидела что несправедливо полторы тысячи и пять тысяч и галочина бы так рванула но этого эксперимента не дают сделать да может быть галочина ну галочина подумала до чего не вже мы тупище нич на донбассе а может быть бы там такая силиконовая долина родилась у нас посмотрите западной украины ребята и в сша фейсбуке везде в таких айти компаниях работают я не думаю что допустим в галочины не создала бы себе силиконовую долину создала а галочина бы сели подумали и реанимировали львовский автобусный завод но никто галочине не дает этого шанса себя проявить никто не дает они уже себя проявили в науке без эксперимента не не доказывается ни одна теория а тут мы еще не начали эксперимент не провели уже сразу сказали федерализация плохо это все сепаратизм в чем сепаратизм в чем сепаратизм когда учат детей плавать что его учат на воздушных подушках детей учат да иногда он для чего инструктор государства это и есть инструктор правильно ты инструктор стоит и держит ребенка чтобы он не утонул что все было в порядке так государство это функция инструктора и федерации федерации армия общая так что в случае если нотки сепаратизма будут армии призвана навести порядок и и и полиция призвана навести порядок и спецслужбы призваны навести порядок да я не знаю я мои мысли такие почему именно вот западная украина так болезненно воспринимает федерализацию может бояться конкуренции понимать не надо бояться надо делать нет так делать вот смотрите выявил это не хочется провалить бочки и не согласен руслану слушать то полегче я был движущей силой майдана вот грубо говоря они что испугались я думаю знаешь почему потому что никогда голычина никогда она не хозяйнувала самустина и она хочет знаете как как вот показать прыть вот я сейчас за все века за все века возьму реванш как у этот польский гонор их не кроме гонора ничего нету за гонором знаешь в чем беда как скрывается чем в чем беда он в чем-то ущербен ущеблен он скрывается или за балаклавой или за громкими словами ты знаешь чем беда они понимаешь были ну как говорится в положении в рабском положении и он другого осмысления нет кто против пристрелить молотком по голове дать все буду по вы смотрите помнишь канавалец когда в киев пришел чего он начал с резни и вот они в киев попали чего начали убивать бить все будет по нашему теперь будет по нашему так не меняется государство понимаете государство трансформируется трудом товарищи был вот это недавно на родине своей в лунске и там как раз проходили эти события когда там заложников захватили ну вот это шоу тоже там я говорил уже это очередную серию сватов снимали перед выбором это малоумный я просто что на нас настроение людей вот что люди говорят там непосредственно во-первых когда начинаешь с людьми говорить они зачем закрыли псих больницы и по выпускали больных вы же посмотрите как они вели как он вел себя это же полностью не адекват какие-то заявления кого-то фильма и раздавал потом сувенирные доллары это вот понимаете если рассматривать это в контексте какого-то одного события вспышечного вот как вот явление да там по новостям показали но редко кто смотрит вглубь этой проблемы самое вот как горло это смотрите что произошло это же медреформу проводят искусственно это бездарную идиотскую просто медреформу людей не в интересах граждан людей выбрасывают на улице и вот этот психический но это ну я вам сразу говорю это полностью больной человек это анализ любое посмотрите просто его заявление новости проанализируйте сами себя дома взять этом полчаса времени зайдет это полностью идиот еще и насмотрелся новостей где такие же идиоты минируют мосты перекрывают а потом из них аваков выходит героев делать нет вы их не трогайте они такие заслуженные вспомню как киевский мост но я живу об этом и говорю да он такой заслуженным не трогайте у бедный человек ему нужно помочь там чуть ли не герои из него сделали такие боли по поств военный синдром и вот такие больные насмотрятся всякого этого и идут делать то же самое у меня только другой вопрос смотрите кстати он в озоне служил маленький срез вот эта ситуация вот эта ситуация в луцке эта ситуация у нас на украине в целом смотрите причина-следственная связь как этот больной вышел захватил автобус это значит мед медицина не работает это мы говорили тут диспансеры закрыли дурки закрыли всех больных по выкидывали персонал по увольняли дальше где этот больной взял автомат калашникова вот вздумайтесь и гранаты и гранаты это любой психически неуравновешенный у которого есть более-менее пару рублей взял сейчас где-то договорился это что значит это значит купить достать украсть миша сколько сколько нам надо бумажек на травматическое оружие сейчас где-то взять вот правильно саша говорит на травматическое оружие нужно побегать пять дней танцевать из справок справок сколько пальцев полторы тысячи гривен минимум и только тогда тебе продлят а этот псих достал автомат калашникова это любой человек значит любой человек я уже не говорю даже если псих достал то значит нормальный человек это вообще пойти как буханку хлеб это до чего мы дожили и знаете все как-то смотрят как шоу ой там захватили ой давайте семечки и там полузаем и посмотрим и шоу вот это что там происходило это на самом деле это страшно а вот этот недавно ситуация бизнесмены расстреляли на трассе киев харьков знаете и все хихиха ха ха все нормально так хочу миша о чем мы говорим так подорвали этого журналиста перебежчика гражданина белоруссии потом в россию но шеремета подорвал он же ваш он же искренне был ваш это это уже вы уже знаете уже не поймешь это сепаров убивают уже националистов убивай да ну кого какой-то бардак знаете давайте вот проанализируем что вообще происходит в нашей стране расстреливают бизнесмена шальные 90 но это не 90 я вот всегда говорю я в 90-х вырос я там в училище учился мы как-то были лежачего не бьют какой-то кодекс честь пацанский как говорится до существовал сейчас ничего нету как на меня нападают толпой 20 помнишь как когда-то выходи давай выйдем один на один даже стояла толпа но бились один на один лежачего небе ну говорю это просто происходит деградация деградация полнейшая и знаете что самое страшное у нас со школы родители какой-то стоп социальный стоп свой нравственный стоп сейчас стопа нет иди делай что хочешь убивай что хочешь это широкое понятие захотел уколоться пошел украл захотел денег взорвал банкомат и и и и и и захотел славы захочу что самое страшное и всем очевидно кто убил шеремета они герои ты понимаешь национальная стерненко убийца подонок понимает он горит угрожали ты подонок догонял этих пьяных два грубо говоря два пьяных пацана а ты трезвый но слово за слово да не слова тебе что тебя ударили тебя же никто не бил может быть зацепили знаете да пройди мимо будь умнее перед девочкой не и смотрите этот подонок подонок у меня другого слова нет этот подонок догнал зарезал человека мало того еще за вторым погнался а теперь это этот ублюдок моральный сидит и рассказывает нам как жить сидит очки одел у него плюс едини у него единица зрения стопроцентная он очки типа подивиться цей интеллигентный хлопчик на миха в бы ты да это за и руха аля заверуха сс что не ходила в дольче габбаны и этот отдел очки думает все в порядке ты что думаешь что ты за очками спрячешь свои кровавые руки понимаешь и не так она издевается а убийцы медведька эти и другой там подельник подельник убийца леся бузины ходят на в национальных героях так у меня вопрос к обществу убийцы ходят за как заслуженные по ковровым дорожкам так что вы хотите вы что хотите чтобы такой в стране землю не продали или вы хотите чтобы такой в стране национальные интересы не сдали понимаете я человек да вот я человек я никого никогда не убил не ударил не обидел и у меня четыре уголовных дела эти подонки режут людей еще совести хватает стримить потом убрал видео об но не то что следствие показала сам себя я не так насколько быть больным ублюдком чтобы убивать и снимать понимаете этого это собака бешеная а бешеных псов только стреляет бешеных псов не лечат и и дальше что вот продолжение темы волыни родной и побывал в своей родной воинской части где мы прослужили несколько лет я о чем подумал вот это же где вот этот манчур якобы герой но вы вдумайтесь вот герой украины человек сдал без боя все без единого выстрела командир сдал все свое имущество оружейку все полностью поздавал в том числе и свой личный состав люди штатам остались он их всех сдал и стал героем а авиационную технику скажите в истории человечество было такое чтобы человек поднял руки без боя стал на колени перед врагом перед оккупантом перед врагом и потом еще стал героем украины что говорила что говорила режим порошенко мы часть эту из крыма переводим в луцк и там все мы оборудоваем мы там такое все делаем с ума сойти это именно там та часть где черпали кружками кружками воду черпали когда зеленский приехал лопатой ну позорище вы вы видели какие там дороги дорожки и вот и и вот знаете на насчет развала армии вот это очень интересная тоже тема мы нибудь передачи вообще раз разовьем эту тему вот и своей службы и в частях где мы служили как это происходило потому что эта история развала армии мы как знаете вот по ступеням бежишь и не под ногами пропадают вот мы счастье в часть переводились спасались по службе по службе и все части расформировались и говорят армию развал и в янукович янукович развал и варми нет я как военный который служил в это время с 98 года я вам скажу как это происходило армия начала разваливаться с майданом с переворота вот когда ющенко пришел не оранжевые начали они начали разваливать армию тогда начался развал тогда началось уничтожение флагман образование военного военного на украине это был одесский институт сухопутных войск все специальности от артиллеристов раб до начальника продовольственной службы до тыловых профиль и вдв ну дизайн ну не будем перечислять не так еще ты миша зрителям скажи какие деньги зарабатывал арабы африканцы этот институт валюты зарабатывал столько что наверное что одесский порт что одесский институт сухопутных войск валюту в казну приносил одинаково аудитория света и кто и так вот кто развалил этот флагман образование говорю все это начало ющенко приющенко потом вот эти пришли всякие знаете кто еще самый большой враг армии вот я вам скажу вот чтобы вы знали это гриценко он развалил тыловое обеспечение хоть и захотел сделать как в сша фирма холлибертон она обеспечивает тыловую службу ну там кормить бензин вот это техперсонал вот такое все и он сделал то же самое на украине только в ублюдочном каком-то в коррупционном варианте в двух словах скажу воинская часть объема тендер накормления личного и тот же зам потыл оформил на тещу кафе-бар колосок и она кормит личные составы сделали эффективную службу государства например 25 гривен перечисляет на одного солдата в день накормление сутки сутки сумма выходит немаленькая учитывая если количество личного состава все это умножается там как идет меню раскладка и по ней там положено солдату столько-то масла столько-то хлеба 400 грамм мяса и пошло мясо можно сосиской соевой соевой потом можно масло маргарином и не из мяса фарш делается а можно какие-то по накупать фарша когти и задницей ну ну схема впрочем в следующей передачи дальнейшем мы эту тему разобьем мы вам всю систему расскажем и я побывал в воинской части и дорогие друзья напоследок смотрите сюжет сюжет без комментариев там выводы кстати выводы сделайте сами телезрители и под нашим видео на страничке крт в ютюбе просто впечатление напишите а мы почитаем посмотрим до свидания товарищ так это кпп часть было смотрите что делается гляньте ну лес но это вообще центр города луцк волынской области это же кпп части лицо и сразу въезжаешь воинскую часть вот туда дальше смотри все разобрана шприцы и бутылки туда дальше это вот плац был вот это прямо вон штаб там был там казармы корпуса это дорога в парк но это просто тут но команд это просто это это не страна это что-то такое непонятно для военный объект должен быть закрытым для открыто заходи и броди да вот у меня тоже вопрос сюда якобы перевели сюда якобы перевели часть авиации из крыма куда перевели вот скажите куда ее какая-то часть это все ложь какой части тут нету к и тут авиан